Приветствую вас! И есть, на мой взгляд, две проблемы, которые вам предстоит разрешить. Первая проблема – это, конечно, измена. И дело здесь не в том, что вы изменили ему с девушкой. В большом счёту это не важно, с кем вы изменили. Важно, чтобы факт измены был. И если был факт измены, значит, вы были чем-то неудовлетворены. И смерть – это всегда показатель нарушения гармонии в паре. И в первую очередь, конечно же, на интимном сексуальном уровне. То есть, скорее всего, вы были морально или сексуально неудовлетворены. Ну, в позиции женщины, скорее всего, вы, наверное, были неудовлетворены на чувственном уровне. Не думаю, что вам прямо-таки очень хотелось секс. Скорее всего, молодой человек не давал вам какой-то ласки, заботы, тепла, нежности, внимания на должном уровне. И вы, не имея возможности получить это от него, решили получить это от девушки. И, естественно, встают рисунные вопросы. А почему молодой человек не давал вам то, что вам нужно? Почему вы терпите или терпели, или терпите от него то, что вы неудовлетворены? Почему вы позволяете себе быть неудовлетворены и, более того, цепляетесь за него? Все равно, несмотря на то, что он вас не удовлетворяет. Согласитесь, вопрос. И согласитесь, вопрос довольно важный. И, естественно, это травма. И травма не только для того, кому изменили, но травма и для того, как правило, кто изменил. И эту травму необходимо прорабатывать. Анализировать, проговаривать, корректировать, менять. Смотреть причины, по которой толкнули вас на измену. Смотреть на ваше отношение к тому, что вы сделали. И так далее. Ни в коем случае не нужно испытывать чувство вины. Да, поступили, может быть, вы плохо. Но еще раз повторю, измена – это следствие определенного нарушения баланса в паре. А, соответственно, за измену несет ответственность не только тот, кто изменил, но и тогда несет ответственность тот, кому изменили. То есть, ваш молодой человек. Для этого ваш молодой человек не пытается взять на себя свою долю ответственности. Наверное, считает, что виноват вас вы. И что вас можно теперь всячески унижать, принижать, использовать и манипулировать. На самом деле, если молодой человек ставит вам условия, то есть, вы гласите, как вернуть его доверие, как делать так, чтобы он поверил, то это означает, что никак. Молодой человек, скорее всего, вас уже не любит. Если бы он любил, он бы принял вас, он бы принял ваши проблемы, постарался бы как-то это все урегулировать, но ни в коем случае не вел себя так, подчиняя, унижая и делая вас виноватой. Так что это поведение не любящего человека. А обиженного, да, может быть, но тогда ему явно не стоит с вами быть. То есть, он мог с вами расстаться, сказать, что прости, я больше с тобой быть не могу после того, что ты сделал, не надо время побыть одному, подумать, собрать мыслями, потом с тобой обязательно встретимся, все, обсудим. Он так не сделал, и, соответственно, нельзя сказать, что это человек, который вас любит. И тогда возникает вопрос, а нужна ли ему ваша любовь? Хочет ли он поверить вам в то, что вы действительно его любите, в то, что вам можно доверять? И думали ли вы о том, что такое положение вещей для него удобно? И думали ли вы о том, что ему выгодно, чтобы вы постоянно его добивались, чтобы вы постоянно до него тянулись, чтобы вы постоянно были виноваты, чтобы он имел над вами бласть. Потому что по-другому его поведение объяснить нельзя никак. Особенно если учесть, что он вас любит, что он хочет сделать вас из привык, например, а то, что вы изменили, говорит о том, что вы несчастливы. То есть его основная идея оказалась невыполнимой. Вместо того, чтобы скорректировать свое поведение, молодой человек продолжает еще больше делать вас не любит, но теперь уже основывается на чувствах изменений. И здесь очень важно проанализировать то, что было в ваших отношениях до измены. Далее, мат и оскорбление. Это в любом случае неуважение к вам. То есть то, что вы изменили ему, и, как я понял, вы ему не жена, а он вам не муж, соответственно, вы не родные люди, вы ничего друг другу не должны, и его претензии на этом фоне выглядят весьма и весьма странно. Но если ты определяешь претензии, то нужны какие-то основания для этого. И, как минимум, этими основаниями может являться, ну, как минимум, замузество ваше. А если вы не замузе, то, в принципе, вы можете делать все, что хотите. Если ему что-то не нравится, это его проблема. Вот. Соответственно, то, что я хотел вам сказать, связанное с тем, что молодой человек, оскорбляя вас, по сути дела, проявляет именно к вам неуважение, проявляет именно к вам недостаточную ценность, ну, то есть недостаточную оцененность вас. И это означает, что он, в первую очередь, не ценит сам себя. То есть если бы он уважал себя, он бы никогда не стал завести себя с вами так, как он видел. И тогда возникает следующий вопрос. Если он не уважает себя, как мы сказали, то зачем вы тратите свою жизнь, свое время на человека, который себя не уважает? Ведь тратя время на человека, который себя не уважает, вы по большому счету проявляете неуважение к себе самой. Вот такие вот вопросы вам нужно обдумать и постараться ответить на них для того, чтобы лучше понимать свою субъективную сторону, роль мужчины в отношениях с вами, ну и так далее. И так далее. Дальше. Очевидно, что вы в нем нуждаетесь, очевидно, что вы теперь становитесь в роли завоевателя, в роли инициативы, ну, человека, который проявляет инициативу, и соответственно, вы теперь более активное начало, чем он, потому что вы направляете свою деятельность на то, чтобы вымылить у него прощение. Это не женская позиция, это позиция мужская, соответственно, вы занимаете роль мужчины в ваших отношениях. И, соответственно, для своего мужчины вы являетесь конкурентом на подсознательном уровне. Возможно, именно поэтому он себя так и ведет инструктивно, пытаясь вас подавить, чтобы вы с ним не конкурировали. Поэтому добиваться его и вымарных прощения лучше перестать, а спокойно поклонить про факт измен. Следующая проблема, в которой мне видится, это проблема того, что он просил вас потанцевать, дабы вы отбросили, и чтобы вы отбросили свои принципы, даже если не долго. Но вы по какой-то причине решили этого не делать, потому что вы не умеете, и потому что вы не любите. Если вы действительно своего молодого человека любите, то вы сделаете это для него. Просто потому, что он это просит. Просто потому, что это сделает его счастливым. И вот вам вопрос. Если вы человека любите, если он просит вас сделать что-то для него, что-то, что вам никакого вреда не причинит, а танец в любом случае, не причинит вам вреда. И молодой человек знает, что вы не умеете функционировать. И просит у вас это не только ради танца, сколько ради поступка. Потому что в теории мужчина сомневается в вашей любви, ведь вы ему изменили. Так почему, когда вам представляется реальный шанс показать ему, что вы готовы для него что-то сделать, что-то важное для него, вы этого не делаете только потому, что вы это не любите и что вы якобы не умеете. Я уверен, что если бы ему нужен профессиональный танец, он бы обратился к профессионалу, но он хочет от вас получить то, что ему нужно. Вы этого не делаете. Почему? Вот такие вопросы с одной стороны и с другой вам нужно проанализировать. Что их объединяет? Объединяет их то, что вы явно не принимаете в себя, занижаете в себя, то есть у вас заниженная самооценка и обладаете определенной, если не сказать и значительной долей неуверенности в себе. Соответственно, неуверенность в себе, низкую самооценку и сомнения, ну, можно и нужно пронабатывать. Также необходимо досконально, как можно более подробно проанализировать и проговорить и измену, и ее субъективные стороны, и то, что предшествовало измене, и то, что есть сейчас. С парнем, да и вообще с другими людьми, вам нужно вырабатывать несколько иную модель поведения, которая направлена не на то, чтобы извиняться и принижать себя по отношению к другим, а на то, чтобы защищать себя, стимулировать людей, относиться к вам с уважением и доносить до близких вам людей причины и мотивы ваших поступков. Необходимо понимать, что молодой человек, оскорбляя вас и поливая матом, по сути дела сливает на вас свою агрессию, свой негатив. Задникает вопрос, откуда у него негатив? Негатив проявляется из противоречий, и в частности из лишения человека объекта удовольствия. То есть вы, вы, а может быть и не вы, а он сам лишил себя, значит, объекта, который доставлял ему удовольствие. То есть этот человек, лишенный гармонией. И возникает вопрос, как вы можете помочь ему эту гармонию приобрести? С вами или без вас? Не важно. Соответственно, его оскорбление и мат в первую очередь следует воспринимать, как активность, обращенную не на вас, а на себя. Через это он говорит о себе. Через оскорбление и мат он говорит о том, как ему плохо, как ему тяжело. Но это в некоторой степени, а именно ровно на 50% его проблемы. потому что к измене, как я уже сказал, привел и он вас в том числе. Отсюда несложная истинность, что не стоит завышать чувство вины за происходящее, не стоит занижать себя, растворяясь в человеке, но стоит постараться помочь ему преодолеть конфликт. Ну, для него ситуация не через принижение, а через партнерские отношения, подкрепленные реальными действиями. Пока что, получается, к сожалению, так, что вы не знаете, что делать, не знаете, как вернуть его доверие, принижаетесь, унижаетесь, но не хотите делать то, что могло бы реально поменять его мнение о вас. Вот и получается, что та позиция, в которой вы оказались, вам, вероятно, чем-то выгодна. Кто знает, может быть вам приятно в глубине души так унижаться и приятно, что вас оскорбляют. Есть такие люди, которые по-другому проявление эмоций не воспринимают. Если так, то это нужно менять. Но это работа. И это регулярная работа по воспитанию к себе более ценностного отношения. Для начала с психологом. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!